окей так подскажите пожалуйста меня хорошо видно и слышно если все окей у вас все хорошо пожалуйста напишите в чате плюсик если вот что-то отсутствует до апсид минус михаил плюс мак плюс 7 плюс руки значит все отлично отлично так сперва позвольте познакомить вас с теми оправилами нашего сегодняшнего вебинара первое что настоятельно рекомендуется активно участвовать в вебинаре помните что наибольшую пользу от обучения вы получите задавая вопросы и взаимодействие с другими участниками второе это что вопросы можете задавать в нашем чате вы уже хорошо справляетесь с чатом дети пожалуйста помните что процессе презентации я могу не сразу увидеть ваш вопрос но не волнуйтесь я обязательно отвечу на все вопросы в конце каждого раздела спасибо за ваше понимание и сородничество давайте начнем запись вебинара у меня включен запись видео будет доступна сразу после окончания ну что ж друзья приветствую всех на борту нашего корабля меня зовут арарат я сеньор солидит разработчик также капитан и руководитель курса солидит и девелопер с семнадцатого года я пишу смарт-контракт и принял участие в более 100 блокчейн проектов в разных областях несколько раз попадал в тот 27 разработчиков мира на платформе apport также кроме разработки и обучения важной частью моей работы является расследование взломов и краш криптовалютных также консультирование проектов по вопросам безопасности вот мне в целом важно не только создавать но и обеспечивать безопасность проектов моих клиентов так что я здесь чтобы поделиться своими знаниями и опытом с вами давайте вместе изучим мир солидит и и дециализованных приложений сегодня маршрут выглядит следующим образом после знакомства я вкратце расскажу про наш курс солидит и разработчик про нашу замечательную команду которая помогает мне в организации проведение этого курса также поделюсь информацией о нашей образовательной платформе отус после этого мы окунемся в язык программирования солидит и инструмент для разработки хардкет на следующем этапе мы применим наши знания для создания децентрализованное приложение с помощью как 3.js а екатерина плюс отлично после того как мы познакомимся с основным с основными технологиями я представляю подробную программу нашего курса и перед окончанием вебинара у меня будет небольшой сюрприз для вас полезная информация карьерных возможностях в области блокчейн разработки вакансий которые есть в россии анализ рынка также мои персональные рекомендации как найти реально хорошую работу с большей очень хорошим зарплатой вне россии то есть работа в россии для субежных компаний где это найти как говорится и все так далее так что в педи насчет захватывающего путешествия давайте начнем мне всегда было интересно узнать больше людей которые посещают мои мероприятия так что я предлагаю вам представиться напишите чате пожалуйста ваше имя откуда вы также было бы интересно узнать о вашем опыте войти работали ли вы в этой области или только начинаете свой путь и самое интересное что по пути я побудила вас записаться на этот вебинар может у вас конкретные цели или вопросы есть которые вы бы хотели обсудить в ходе нашей всей сегодняшней пожалуйста поделитесь про это в чате у вас конкретного ремонта и а и и а и и а Пока вы пишете, я предлагаю мне рассказать немножечко про ОТУС и потом вернемся к вашим ответам. Хорошо? Все. ОТУС. ОТУС задумался как компания, которая позволяет обучаться опытных специалистов высокого уровня в различных сферах областях IT, каждого из которого мы обучаем, как эффективно преподавать. Мы в целом в компании ОТУС сторонники обучения у практиков, а не теоретиков, поэтому все наши преподаватели являются действующими специалистами в своей сфере, что позволяет им допостоять быть в курсе лучших решений и оперативно пополнить свои знания, также нашу программу. Изначально мы создавали курсы для повышения квалификации, но стали получать множество запросов на обучение с нуля, поэтому сейчас мы даем возможность любому желающему войти в мир IT и начать изучение программ, которые вам, собственно, интересны. В связи с тем, что у ОТУС образовательная лицензия, наши курсы являются программами повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Программы курсов в ОТУС разрабатываются на основе того, что требуется на данный момент на кадровом ринке и топовых компаний. Направления курсов разные, от тестирования до информационной безопасности, от кем-дев до блокчейн и солидити. Посмотрим, что добилась компания в цифрах. Это больше 6 лет на рынке, 600 по преподавателям, более 130 курсов и так далее. Так, если вы слышали, либо учились в компании, пожалуйста, напишите в чате 1, если вы вообще не знали про компанию, напишите, пожалуйста, 2 и если вот впервые знакомьтесь, 3. Спасибо. Алексей пишет 2, то есть никогда не учился, но слышал отлично. Что скажет Екатерина, Марк, Михаил. В принципе, нас сегодня достаточно мало. Получается, это будет для вас такой вариант для консультации, да, в принципе, все вопросы, связанные с профессией, с обучением, сложности, любые вопросы вы можете сегодня задавать. Мы можем все очень оперативно делать. Кстати, я заметил, за один вебинар у меня уходит 2 литра воды. Окей, ну давайте продолжим, но прошу вас быть поактивнее, потому что вопросов, скорее всего, у вас будут, связанные с технологией, связанные с солидити, с смарт-контрактами, блокчейн, библиотеки. Можете все задавать, и вообще будет все супер. Ну что же, давайте начнем. Сегодняшняя тема у нас солидити и депс. Депс – это вот децентрализованные приложения. Вот цели вебинара. Сегодня мы ставим перед собой следующие цели. Первое – ознакомление с языком солидити и смарт-контрактами. Мы углюбимся в основы синтаксиса солидити и научимся создавать простые смарт-контракты. Второе – изучение процесса разработки и развертывания смарт-контрактов с помощью инструмента HardHead. Мы рассмотрим его основные функции и особенности работы. Третья цель – это понимание использования MetaMask с депс, децентрализованными приложениями. Рассмотрим процесс его установки и основные принципы работы. Четвертое – это освоение взаимодействия смарт-контрактов через Web3JS библиотеку. Вот мы научимся с его помощью отправлять транзакции и вызывать функции смарт-контрактов. Кстати, у меня один вопрос. Был ли у вас опыт с криптовалютой, либо с блокчейном в целом? Покупали крипту, создавали какое-то приложение на каком-то уровне взаимодействия блокчейном? Либо просто на бирже у вас аккаунт, иногда покупаете USDT, чтобы там за границу перевезти, либо купить какую-то валюту. Напишите, пожалуйста, про ваш опыт. Какой в целом есть опыт с криптовалютами и блокчейном? Если опыта нет, просто минус. Это тоже будет информативно. Если ответа нет, давайте продолжим. При вопросах напишите. Окей, цели нам понятны. Первое занятие – это основа языка Solidity. Solidity – это уникальный язык, который играет ключевую роль в мире блокчейна. Это объектно-ориентированный язык, специально разработанный для написания смарт-контрактов. Смарт-контрактов – это программа, которая автоматически выполняет транзакции и другие действия на блокчейне при выполнении определенных условий. Ну, аналогично бэкэнду в повышенной среде разработки, где сервера, которые делают какую-то логику, хранят информацию, вызывают какие-то другие бэкэнды, получают информацию, обрабатывают. То же самое, очень похоже, но есть свои определенные разницы. Solidity впервые был представлен в 2014 году и с тех пор активно используется в блокчейне Эфера. Однако его применение не ограничивается только блокчейнами Эфера. Многие другие блокчейны тоже поддерживают смарт-контракты, написанные на языке Solidity. Большинство блокчейнов, в принципе, используют Solidity. Есть другие блокчейны, которые используют другие языки, типа Rust, Go. Но основной король для написания смарт-контрактов – это является Solidity. Вот несмотря на то, что Solidity имеет свою специфику, он бьет многое в свои концепции и плюс синтаксического особенностей из языков программирования JavaScript и C++, что делает более доступным для новых разработчиков, либо для разработчиков, которые уже в своем бэкграунде писали код на JS, вот сейчас хотят пробовать Solidity. В принципе, онбординг будет достаточно легким. Вот в Solidity есть три типа переменных. Переменные состояния, переменные локальные и переменные глобальные. Вот переменные состояния хранятся в самом контракте на постоянной основе. Аналогично баз данных, где хранится важная информация нашей программы и про пользователей. Второй тип – это локальные переменные. Локальные доступны только внутри одной функции, в котором они, собственно, и работают. Третье – это глобальные переменные. То есть они доступны во всех контрактах. Они дают общую информацию о состоянии блокчейна, либо о конкретной транзакции. И все эти переменные мы активно будем использовать во всех наших проектах каждый день. Вот это самая основа. И давайте посмотрим типы данных языка. Они помогают нам управлять и хранить информацию в смарт-контрактах. Первое – это Boo, BooLian. Это логический тип данных, который может принимать задачение True и False, используется для условий и логических выражений. Второе – Uint. Вот это сокращенное unsigned integer. То есть оно представляет собой беззнаковый целочисленный тип, который может представлять только неотрицательные целые числа. То есть начиная от 0 до 2,256, минус 1. То есть это огромное число. Третье – это Int. То есть это так и минус, так и плюс. Вот единственная разница. Есть у нас также тип адрес. Это тип данных, который используется для хранения адресов на смарт-контрактах. Адреса – сами идентификаторы для учетных записей и смарт-контрактов. То есть есть кошелек, у кошелька есть свой адрес. Либо есть смарт-контракт – это тоже похожий адрес. Пятый тип – это байт. Этот тип данных используется для хранения произвольных бинарных данных. То есть оно используется, когда нам нужно работать с сырыми данными или байтовыми строками. Есть также числа фиксированной точкой, то есть float number, когда запятое число идет. Но это другой разговор, так как имеет ряд определенных проблем в языке Solidity. Вот об этом мы поговорим детально уже на нашем курсе. Вот в списке все основные, которые используются на постоянной основе. В дополнение базовым типам данных в Solidity также есть несколько более сложных или комплексных тип данных. Поговорим о некоторых из них. Первый – это string – тип данных, который используется для работы с текстовой информацией. Массивы. Второй тип – это наборы однотипных элементов. Они могут быть фиксированы длинные, например, пять элементов в одной массиве, либо динамические. Есть у нас также struct структуры. В Solidity они позволяют нам определить пользовательские типы данных, которые могут содержать несколько переменных различных типов. Вот это тоже аналогично объектам из JavaScript. То есть, но в Solidity структуры имеют жестко заданный формат. Ну, по идее, они очень похожи. Есть также mapping – это аналог хеш-таблиц, который позволяет связывать значения одного типа с другим. Они обычно используют для хранения данных в формате ключ-значения. Есть anim, либо перечисление. Вот этот способ создания пользователя типа данных, который может принимать одно из предварительно определенных значений. Ну, может быть полезно представление набора фиксированных возможностей или состояний. Вот все, вместе все эти типы данных предоставляют мощные инструменты для создания сложных и функциональных смарт-контрактов с использованием языка Solidity. Кстати, если у вас возникли вопросы по поводу этого два слайда, можете написать. Сейчас будет маленькая пауза на вопросы, и мы продолжим. Продолжение следует... Окей, вопросов нету. Отлично. Продолжаем. Так, про переменные говорили. Сейчас... Так, Алексей пишет, я отходил и не успел на прошлом сайте по адресу. Так, давайте вернемся. Что за тип данных? В блокчейне все, так сказать, пользователи на уровне аппликейшена – это вот адреса. То есть, допустим, у меня есть кошелек, в кошельке свой адрес. У вас тоже есть кошелек. Естественно, там тоже, да, адрес. И вот когда я хочу отправить свои деньги, ну, криптовалюту, да, мне нужен ваш адрес. Вот этот адрес мы можем хранить и в смарт-контракте для дальнейших действий. Вот, допустим, там есть смарт-контракт, который, ну, как банк, да. Банк, есть адрес, и вот этот адрес владеет конкретными, там, значениями. Вот это ваш идентификатор в сети, так сказать. Плюсов, в принципе. Окей, Алексей пишет, я понял, все типы как плюсов, в принципе. Окей, отлично. Про переменные мы говорили, сейчас про операторов. Залить нам доступны различные операторы для разных сценариев, которые позволяют выполнить разнообразные действия и операции над переменными и их значениями. Ну, это в основном есть у всех, я думаю, у всех рисков программирования. То есть, такие базовые операторы, которые понадобятся для кода. Это и fails, это for a while, то есть цикличные операторы. Это операторы равенства и неравенства, логические операторы и или-или, операторы сравнения. Есть бытовые операторы сдвига, есть бытовые операторы и или-или позже. Есть оператор delete, удаляет значение переменной или массива. В Solidity это не только удаляет, но и возвращает газ. То есть, вы удаляете хранение, место в блокчейне, оно становится пустым, и вы получите за это, так сказать, маленький бонус в виде минуса из комиссии вашей транзакции. И также есть математический оператор для выполнения альтернативных операций. Так, Алексей, C++, имею в виду. Да-да-да, да, понял. Ну, в принципе, похоже, да. Если вот опыт C++ есть, амбординг в Solidity вообще будет. Так, теперь о функциях. Функции являются важными строительными блоками смарт-контрактов в Solidity. Есть несколько типов функций специальных модификаторов, которые помогут быть применимы к функциям. Вот давайте рассмотрим некоторые из них. Первое – это видимость. То есть, есть смарт-контракт. Внутри смарт-контракта есть конкретная функция, которая отвечает за конкретную логику. И каждая функция обязательно имеет свою видимость, то есть уровень видимости. Есть четыре типа видимости. Это public, private, internal, external. Они определяют, где и как функция может быть вызвана. Но остаться на этом долго не будем. Ну, это уровень доступа, так сказать. Public, если функция public, все могут его вызвать. Если internal, то это может быть вызвано внутри контракта и всех остальных контрактов, которые в Legacy там идут. Ну, если коротко, да. Модификаторы имеют Solidity. Они изменяют поведение функций. Вот есть payable функция. То есть, функция payable, это означает, что функция может принимать эфир. Pure, то есть функция не взаимодействует со состоянием контракта, не меняет какие-то данные и все так далее. Есть view функция, которая просто читает что-то от контракта и все, возвращает обратно. И кроме этого, любой пользователь, любой разработчик может писать свои пользовательские модификаторы, допустим, all the owner. Ну, то есть, вот эту функцию может вызвать только вот определенный адрес. Это сделано для числа безопасности. И вот, в принципе, безгранично можно фантазироваться на эту тему, написать много своих. Третье – это events, то есть события. События в Solidity – это способ для внешних слушателей, чтобы они реагировали на изменение состояния контракта. Они обычно используются для уведомления внешнего мира, что что-то произошло в контракте. Вот, допустим, кто-то отправил эфир на адрес смарт-контракта. Как нам узнать про это, да? Можно написать код, который следит за этими событиями, читает события, вот, о, кто-то отправил. Кто отправил, сколько отправил и уже делает дальнейшие действия. Вот events – очень хороший инструмент для таких случаев. Четвертое у нас Fallback и Receive функции. Ну, это уже мы уровнем немного поднимаемся. То есть это более такие непростые функции. Это вот специальные функции, которые вызываются, когда в контракт поступает следство. И когда вызывается функция, которая не существует в конце контракта. То есть у нас есть конкретный, только один метод контракта, допустим, да? А вот кто-то вызывает метод с другим именем. Ну, в принципе, это в самом деле невозможно. И вот в этот момент у нас обрабатывается Fallback. То есть читает, видит, такой функции нет. Окей, что нам делать? И вот делает определенные функции. То же самое и функция Receive, но только она не для функции, а для просто получения криптовалюты. То есть отправили на адрес смарт-контрактор просто денег. Если там нету Receive, все, смарт-контрактор эти деньги не принимает. Транзакция отменяется. И вот пятая функция – это у нас конструктор. Это специальная функция контракта, которая вызывается при его создании. Она обычно используется для инициализации состояния контракта. Но если для опытных пользователей, в принципе, там и другую логику точно можно реализовать. Ну, а по факту конструктор, в принципе, в многих языках есть, где у нас есть классы и все такое. Как я сказал ранее, в Solidity есть также глобальные переменные и функции, которые всегда доступны в контрактах. Они предоставляют доступ к вашей информации и функциональности. Давайте посмотрим некоторый из них. Message, MSG – это глобальная переменная, которая содержит информацию о транзакции. Например, в контракте мы, используя Message Center, можем узнать, кто вызвал транзакцию. Message Value – сколько там эфира было, то есть была ли отправка денег или нет. Message Signator – это первые 4-байт от транзакции, которые можно использовать для идентификации функции. В предыдущем слайде Fallback, получается, используя вот это, читает, есть ли такая функция или нет. Также есть Message Data – это полные данные транзакции, то есть что включает в себя транзакции. Констракт это читает, понимает, что мне надо вызвать, что делать, куда обращаться, ну и все такое. Второе – это блок, то есть это переменная предоставляет информацию о текущем блоке, где вот была конкретно транзакция. Это может быть блок номер, то есть номер номер, номер блока, где была транзакция, вспомнил. Также timestamp – когда была эта транзакция, то есть это время, когда блок был добыт и так далее. Ну вот, как видите, мы на уровне блокчейна не спускаемся, там, как блокчейн работает, какой протокол, там, как майнеры, валидаторы общаются. Ну, то есть, в принципе, это все для разработчика Solidity. Конечно, интересно, конечно, можешь не изучить, но вот, в принципе, углюбляться в это, кажется, решается сам. То есть, если интересно, можете интересоваться, прочитать там обновление. Если нет, то можете разрабатывать контракты без глубокого понимания, как все это под капотом работает. Есть у нас также транзакция TX. Эта переменная содержит информацию о конкретной транзакции, которая инициировала выполнение контракта самому. Там есть цена за газ, это TX Gas Price. Эта цена газа устанавливается отправителем. А вот что такое газ и цена газа? Ну, если коротко, это нужно, чтобы делать калькуляцию комиссии. То есть, за каждую транзакцию отправитель платит деньги. А сколько платит? Нам надо уточнить газ и цена за газ. Вот, это большая тема, она будет вторым уроком нашего курса. Есть также units, ether units. Это язык поддерживает различные единицы изменений эфира, типа kwe, kwe, sub, ether. Ну, это там просто один миллион, допустим, миллиард. Ну, это просто unity для калькуляции, так сказать, в определенном очереди. Есть то же самое с временами. То есть, есть секунды, минуты, часы, дни, годы. Можем использовать минуты в смарт-контрактах. У нас, кстати, будет такой пример, я покажу. Также у нас в контракте есть функции для обработки ошибок, такие как assert, require, revert, error. То есть, мы обрабатываем информацию, если что-то не так, require нам говорит что-то тут не то, давайте отмениваем. Также у нас Solidity поддерживает криптографию, то есть, вслойные криптографические функции, такие как SHA-256, RIP-MT-160, есть Recover. Это все используется уже для какой-то криптографических задач, либо там работа с подписями и так далее. Вот кроме вышеуказанных глобальных переменных в Solidity есть доступ и к другим глобальным функциям, такие как DISS, тоже есть в других языках Object-Oriented. Есть Super, ссылка на родительный контракт, есть Self-Destruct, то есть функция уничтожает просто контракт, сжигает все, что там есть, вся информация, все значения и так далее. Также есть кодирование, декодирование API и вот так далее. Ну, в принципе, самое сложное уже позади. Это была, наверное, самая сложная часть нашего вебинара. Если есть вопросы, напишите, пожалуйста, и мы продолжим. Спасибо. Пау VinÍrenс,ie К trazера. И? Спасибо. Это HardHead. Что такое HardHead? Это инструмент для разработки смарт-контрактов, который предоставляет разработчикам удобную сету для создания, написания кода. Он включает в себя ряд полезных функций, которые упрощают разные здесь разработки, разные процессы. Вот один из вариантов, допустим, помогает с компиляцией и тестированием. Написали вы смарт-контракт, окей, надо сейчас думать про безопасность и правильно ли он работает. В CD HardHead можете написать разные типы JavaScript-тесты, автоматизировать какие-то рутинные задачи, такие как компиляция и тестирование. Тесты можете написать на JS либо TypeScript и запустить их с помощью HardHead. Ну, кстати, если опыта JS нет, то есть аналогичный инструмент, называется Foundry. Если интересно, можете взглянуть. Также HardHead помогает запустить локальную сеть блокчейна для разработки в вашем компьютере, в вашем девайсе. То есть позволяет вам запустить блокчейн. Это очень полезно, особенно для тестирования ваших смарт-контрактов локально. Есть также поддержка консольных задач. Вы можете написать разные типы сценарий для автоматизации конкретных задач, такие как развертывание контракта, выполнение каких-то сложных транзакций между контрактами и так далее. Также вот самое интересное, оно поддерживает плагинную систему. То есть HardHead имеет систему плагинов, которая позволяет вам расширить ее функциональность. Бьете плагин из сети, включаете ваш проект и все, он работает. Помогает вам писать более хороший, безопасный числикод, либо что-то автоматизировать. Также есть отладчик транзакций, другие консольные команды. HardHead позволяет транзакциям на Ethereum, помогает отслеживать ваши транзакции, также предоставляет набор консольных команд для работы со смарт-контрактами. Ну вот в общем, HardHead это мощная гибкая среда, которая помогает разработчикам быть более продуктивным при создании рецензационных приложений для блокчейна. Установка HardHead занимает некоторое время. В принципе, через терминал можете устанавливать, используя эти команды. Я сейчас вам продемонстрирую, как выглядит проект после этого. Сейчас переключу экран. С левой стороны у нас структура, которую установил HardHead после команды. Есть папка контракты, где у нас есть дефолтный контракт. Ну вот это смарт-контракт. Оно называется Log. Логика в том, что человек развернует контракт, отправляет деньги, предоставляет время разблокировки. И вот после этого времени человек может забрать свои деньги. Вот видите, наш Uint, то есть Unlock Time, время, когда контракт будет, контракт сможет предоставить доступ к эфирам. Есть у нас адрес, про который был вопрос, адрес владельца. То есть владелец спустя некоторое время может обратно получить свои деньги. Есть ивент, о котором я тоже говорил. То есть ивент называется Withdrawal. Можно писать Watcher на любом языке, который будет следить за этим контрактом. И как будет вызван ивент Withdrawal, задача, когда кто-то снял деньги. Можно там уже другую логику написать. Вот конструктор, оно принимает время улока, то есть когда можно деньги обратно взять. Есть проверка, проверяем, чтобы время улока больше, чем нынешнее время. Вот и блок, блок таймстэн. Ну то есть если вот это в будущем, то есть не где-то в прошлом. И конструктор, если все хорошо, сохраняет данные, которые мы ему предоставили. Сохраняет адрес владельца, время улока. И вот сам функция Withdrawal. Вот внутри функции тоже у нас есть проверка. Проверяется, ну то есть допустим кто-то вызывает Withdrawal. В первую очередь проверяется, прошло ли время. Так как у нас деньги можно забрать только спустя некоторое время определенное. Окей, если время вышло, в принципе можно получить. Вторая мы проверяем, что вызвал метод только владелец. То есть отправитель транзакции равно владелец. Если нет, транзакция отменяется и на этом все. После этого мы отображаем ивент, говорим внешнему миру, оп, деньги были сняты. Вот баланс этого адреса в это время. И финальная функция, отправка эфира на адрес владельца. Ну вот это обычный контракт, который нам предоставляет Hardhead после запуска проекта. Ну в таком виде. Кроме контракта у нас есть еще скрипты. Это скрипт, который я вам рассказал. То есть тут можно автоматизировать разные процессы, автоматически задеплоить. Сейчас мы будем это делать вместе. Ну и другие, там другая логика, что-то делать, какая-то автоматизация. Код пишется тут на JS. В принципе, можно и на TypeScript все это написать. Есть у нас папка с тестами. Тесты, вот у нас, кстати, очень хороший контракт, которому нужен тест. Представьте, разработчик все это написал для своего клиента. И там есть ошибка. Вот забыл дописать пункт, где только владелец вправе получить свои деньги. И по факту любой человек, зная про эту ошибку, может вызвать этот метод и получить чужие деньги. Ну по факту это взлом. А тут у нас пишутся тесты. Как в других языках, там как юнит-тесты в разных сферах. В принципе, то же самое и тут. Разные значения, разные там ситуации. Вызывает неправильный аналог тайм. Там есть ошибка. Либо там там другая ситуация. Это проверка баланса. Там вызывает не владелец, а кто-то еще. Вызывает перед временем, перед аналог тайм. Ну то есть, в принципе, чем больше тестов, полезных тестов, тем вот контракт безопасней. Украсть деньги там риски минимальные. Ну, в принципе, вот видите, какой большой тестовый файл, если сравнить с другим. Поэтому тесты и безопасность контракта в первую очередь. И, кстати, из-за этого на рынке платят больше денег, чем там на фронт-энде, да, обычном, либо бэк. Ну, в первую очередь, потому что вы работаете с деньгами. Контракты могут там получить несколько сотен миллионов денег на свой адрес. И если вот разработчик, ну, что-то делал неправильное, какое-то непрофессиональное, там, делает ваше дело, заодно делает там несколько других дел, ну, еще и делает в таком среднем качестве, цена низкая, ниже рынка непонятная и все так далее. Ну, и многие клиенты, в принципе, вот из-за этого, если вот человек реально чувствуется профессионально, можно доверить человеку, там, бэкдору не оставит и все так далее, ну, поэтому и платятся хорошие деньги, потому что вот вы работаете с деньгами, это очень важно. Вот, и есть тест, есть файл с конфигурациями, тот у меня приватный ключ реального кошелька, но на нем, к счастью, для меня нет денег. То есть, в принципе, такие вещи делать небезопасно, на своем опыте я видел, как просто где-то я оставил свой приватный ключ, приватный депозиторий, GitHub, оставил, спустя там пару минут заметил, все убрал. И, ну, это потом в будущем с этого кошелька же украли деньги, которые были получены во время разных аэрдропов, в сумме где-то 4-5 тысяч долларов, в несколько раз. То есть, просто кто-то как-то автоматизированным процессом нашел мой приватный ключ, следил за обновлениями разных проектов и просто списывал деньги. Вот потерял 5 тысяч долларов, ну, хотя это не мои деньги были, но не суть. Вот тут у нас конфигурация про сетей, есть тестовая сеть блокчейна, где разработчики пишут, там, деплоят, либо тестируют свои проекты. Есть основная сеть, где вот реальные деньги используются. Есть версия, есть какие-то другие папки с кешированием, с артефактами и так далее. Ну, и последнее, это Redmi проект для GitHub депозиторий, ну, Redmi файл. Ну, вот, собственно, такой простенький проект, простенькая структура для вашего проекта, среда разработки. Ну, вот давайте посмотрим, что он умеет. Вот у меня в пакедже Sony есть команды, которые я могу дать, это компиляция контрактов, то есть вызовем функцию команду compile. И HeartEd скомпилирует наш контракт, лог-контракт, байт-код для ERM, для блокчейна, эфира. Вот, делает команду. Скачивает к версии компилятора, ну, там какая-то информация, но в целом у нас все есть, артефакты добавились. Вот, компиляция нужна, чтобы понимать, работает ли контракт правильно, там самые базовые ошибки не были допущены, все окей, контракт готов к следующим шагам. А вот давайте сейчас просто задеплоим наш контракт в сеть, то есть в сеть, где любой пользователь может использовать, там, читать, посмотреть и так далее. У нас уже есть для этого вот этот код deploy, который вот блокирует деньги, вот такое количество эфира на 60 секунд. Вот, чисто для теста. Вот, используем, сейчас будем использовать деплой для, вот скрипт деплой для развертывания. Команда у нас называется deploy в сеть горлы, вот так давайте напишем. И сейчас хардкет будет деплойить наш контракт в блокчейн, то есть все отправляется на наше детище в блокчейн для постоянного хранения. Сначала идет компиляция, ну, мы уже сделали, этот шагом пропускает, использует уже то, что у нас есть. После этого вызывается, вот у нас есть endpoint в кофигах. Это RPC-соединение с горлы сетью, то есть мы обращаемся к этому endpoint, API, который работает по протоколу RPC, и говорим, что вот контракт у нас есть, вот возьми байт-код за деплой это, используя вот этот кошелек. Так, посмотрим, что у нас есть. Вот есть лог, вот 0.01 эфира с этим unlock-таймом, ну, это Unix, был задеплоен по этому адресу. Так, сейчас открою, поменяю скрин. Ну, вот и все, все, наш контракт. 46 секунд оно было, назад оно было развертывание. Вот название лог, логика лог. Ну, то есть, в принципе, что мы там написали. Ну, это уже находится в тестовом блокчейне. Я сейчас отправлю ссылку в чат для желающих посмотреть. Вот информация, вот методы, которые были. Ну, вот, я думаю, 60 секунд уже прошло. Мы можем вызвать вот этот метод и получить наши деньги. Но это на следующем этапе, когда у нас будет информация, что такое метамаск, кошелек, где у нас, собственно, находится владелец. Так, меняю экран на презентационный. И, кстати, если есть вопросы, напишите, пожалуйста, по поводу этого процесса, да? Куда отправили, кто, зачем, там, любые типы вопросы можете сейчас задавать в чате. Спасибо. 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 Окей, пока вопросов нету, продолжим. Так, презентация видна, да? Команды Hardhead. Hardhead есть несколько встроенных команд, которые помогут вам в работе. Это Compile, который мы вызвали. Команда компилирует в контракт в байт-код. Все скомпилированные артефакты будут сохранены в папке Artifacts. Есть команда теста. Кстати, тест мы не запустили. В принципе, она просто тестирует все наши функции, все сценарии, которые мы там написали, и пишет, что прошло, что не прошло, где ошибка, какая ошибка и так далее. Автоматизация помогает нам быстро найти проблемы с контрактом и решать их перед финальным деплеем. Есть вот команда деплея, которую мы использовали, кстати, которая задеплеил наш контракт, тестовую сеть. Эти команды позволяют нам с легкостью компилировать, тестировать, развертывать и так далее. Но это, в принципе, не все. У Hardhead есть очень много других методов, плагинов, которые могут быть подключены для разного типа действий. Следующее у нас токенами, эфиром и другими криптовалютами. NFT в том числе. Вы можете, используя Metamask, отправлять его, получить разные типы криптовалюты. Также посмотреть баланс своего кошелька. Браузерное расчленение второе. То есть Metamask доступен как расчленение для всех популярных браузеров, таких как Chrome, Firefox, Brave, Mozilla, Go тоже. В принципе, для всех. После установки и упрощения вы можете взаимодействовать уже с децентрализованными приложениями. То есть это, получается, ваш ключ в мире Web3, в мире блокчейна. С Metamask вы заходите на сайт, конечно, сейчас продемонстрирую, и используйте разные функции. Также, получается, Metamask это взаимодействие с DApps. То есть оно является важным мостом между пользователем и децентрализованным приложением на эфире. Оно также позволяет авторизоваться в DApps, подписать транзакции без необходимости раскрывать ваши приватные ключи. Ну и, в принципе, оно анонимно, там никаких имен, никаких там паспортных данных, ничего нет. Не требуется, то есть для использования. Также контроль над приватными ключами вашего кошелька, это всегда остается на вашей стороне. Metamask это открытый проект, в принципе, никого не передаются в ваши секретные ключи третьим сторонам. В Metamask также есть swap, то есть что делает на бирже, да, вы меняете одну криптовалюту на другую, меняете эфир на USDT, либо меняете там какое-то Omisco на другую, OneInch, да, на бирже. А тут вы, используя Metamask, можете без регистрации на разных биржах, без KSC, без какой-то централизации поменять ваши монеты с одной на другую. В общем, вот Metamask это универсальный инструмент, который позволяет пользователям упросить взаимодействие с блокчейном эфира. Вот давайте посмотрим, как выглядит интерфейс кошелька на примере этого скрисшот. То есть это обычный браузер, на котором установлен Metamask. Справа, сверху, вот иконка, то есть расчленение Metamask, который также служит кнопкой для возврата на главный экран. С левой стороны название сети. Ну, как видели, у нас есть тестовая сеть эфира, есть основная сеть эфира, есть разные блокчейны типа Polygon, Avalanche, есть там Binance Smart Chain, есть там SWE, Arbitrum. Ну, то есть очень много сетей, очень много разных блокчейнов, и Metamask все их поддерживает. Можете просто переключиться там с одного на другая, и все кошельки будут таким же образом работать и в новой сети. В середине есть название кошелька, это ваш уникальный адрес кошелька в блокчейне, ваш идентификатор. Можете поделиться этим адресом с сетью, с другими людьми, чтобы они могли отправить вам эфир, либо токены, типа USDT. Также у нас есть название кошелька для упрощения, можете написать там это мой основной, это мой запасной, это для пенсии, это для этого, для другого. То есть можете управлять, чтобы был быстрый доступ. Ниже есть у нас функции, отправить, получить, отменять, про то, что я говорил, да, такие основные функции, что надо делать с кошельками, надо делать, можно делать с криптовалютой. Снизу есть и стоя здесь, там, как видите, у меня был вытроу, потом у меня был другой метод и так далее. Ну, то есть все, что я делал, вижу я у себя в таком левом формате. И вот баланс, в середине сверху есть мой баланс кошелька, отображается, сколько у меня на счету на данный момент эфиров. Ну, это тестовые эфиры 432. Вот, MetaMask обеспечивает простой и удобный интерфейс, который делает использование сети легкими доступными. Я хочу сейчас продемонстрировать вам пример. Есть кошелек, что можно с ним делать. Сейчас переключу экран на другое. Кстати, пока переключаю, если есть вопросы, можете задавать в чате. Окей, так, давайте попробуем. Вот у нас есть сайт, называется Uniswap, популярный сайт для обмена разными типами криптовалютами, поменять одно на другое, и какие-то другие логики, типа стейкинга, добавить ликвидность и так далее. Ну, самая простая логика – обменять один валюту на другую. Вот у нас открывается MetaMask, ну, это MetaMask, который был у нас в скриншоте, подключается к сайту, социализованным приложением, и все, у меня кошелек подключен. Ну, то есть адрес совпадает с адресом, который тут, все. Ну, вот, допустим, я хочу продавать свой один эфир на другую валюту, допустим, USDT. Так, сочетает курс. Ну, конечно, курс будет не настоящим, потому что это тестовая сеть. Ну, допустим, рассчитал, что за один эфир я могу получить вот, ну, такое большое количество USDT токенов, долларов. Вызывается Swap. Хотите поменять, да? Хочу. Открывается MetaMask. Так, я надеюсь, у меня MetaMask виден, да? Так, я, скорее всего, MetaMask не виден. Сейчас давайте я расширю вообще все экран, чтобы точно там была информация. Так, вот сейчас у меня уже весь экран. Вот, стоит у меня MetaMask справа, верхняя сторона. Хочу поменять один эфир на USDT. Нажимаю Swap. Точно хотите? Да, я точно хочу. Открывается MetaMask, это мой кошелек, информация что-то про транзакцию, про комиссию, что вы хотите и так далее. Нажимаю, да, я согласен. Транзакция в сети. То есть, используя мой MetaMask, мой MetaMask кошелек, который у меня в MetaMask, я подписал транзакцию. Вот оно отправилось в блокчейн. Некоторое время для ожидания, так как блокчейн не работает, нужна задержка 12 секунд. И вот наша транзакция в сети. Мой кошелек взаимодействует с этим смарт-контрактом. Вот и в принципе транзакция, которую мы вызвали. Один эфир был поменен, был Swap поменен на вот такое количество USDT. Отмен. В принципе, вот этот функционал, который предоставляет нам деценциализованное приложение типа Uniswap и мой кошелек MetaMask. Вот они работают вместе. И, кстати, сейчас давайте возвращаемся на смарт-контракт, который мы задеплоили. Там была задержка, да, то есть деньги можно было снять спустя одну минуту. И тут тоже попробуем вызвать метод и получить наши деньги. Но перед этим я бы хотел... Вот этот у нас кошелек, кстати, он не владелец. Вот, допустим, ситуация. Кто-то хочет хакнуть смарт-контракт и украсть деньги. Вызывается метод withdraw. У нас тут ошибки. Уже MetaMask знает, что не, ваша транзакция не пройдет. Там какая-то проверка есть. Но мы, допустим, не, мы точно хотим попробовать. Вызывается метод. И как думаете, что будет с этим транзакциям? Есть какие-то идеи, что будет? За правильный ответ будет при зрительной симпатии. Ребята, тут... Друзья, ну, давайте немножко поактивнее, потому что сейчас будет финиш, а там у нас будет Q&A, чтобы понимать, насколько тема была понятна, насколько... Ну, и, конечно, если у вас были вопросы, вы можете задавать любые вопросы, связанные с вебинаром и даже сферой в целом, в сфере блокчейн и смарт-контрактов. Или вы можете любые другие вопросы задавать, например, откуда я купил свои прекрасные очки. Транзакция пока майнится, то есть включается в блок. Вот тут мы используем один лайфхаки, пробуем увеличить комиссию, чтобы она была замайнена по бусе. Так, транзакция уже в блоке, но сейчас будет интересный момент. Вот у нас ошибка. You aren't the owner. Ну, то есть мы попробовали вызвать метод смарт-контракта чужим адресом, ну, то есть адресом, который не вправе получить эти деньги. И вот контракт, у нас там же была проверка, проверка, что только владелец вправе получить свои деньги. И вот, и, собственно, она сработала, вот поэтому мы не получаем деньги. А вот владелец, кстати, это мой третий адрес в метамаске. Вот сейчас попробует он вызвать этот метод. Подключаем кошелек, это маск, и вызываем наш метод вытроу. Вот тут уже ошибок нету, смарт-контакты распознают своего владельца. И сладостью ждешь, когда он вызовет функцию. Вот у нас функция «В ожиданиях». Давайте откроем. Ну, как видите, блокчейн сегодня, тестовая сеть, работает какими-то задержками. Поэтому мы попробуем увеличить комиссию, чтобы было выгоднее включить нашу транзакцию. Вот про это я рассказал. Это у нас будет на втором курсе, на втором уроке. Что такое в целом комиссия, как оно считается. А, нет, все, уже есть. Надо, подождали пару минут. Вот, транзакции есть, сексист, в принципе, все хорошо. И посмотрим на наш контракт. Да, вот это слонится транзакция. Метамаск, владелец, который задеклорил контракт в сеть, вызывает метод и получает свои эфиры обратно. Вот кошелек владельца, получает он свои эфиры обратно. Ну, вот, собственно, вот и так. То есть, используя метамаск, используя кошельки на метамаске, вот мы можем вызвать функции, можем взаимодействовать с март-контрактами, и взаимодействовать с репсайтами, метамаск полностью, ну, не полностью, конечно, но вот в большинстве ситуаций она полностью, опять полностью, вот она прозрачная, да, то есть не хочу углубляться в детали, но вот метамаск не отправляет какие-то вот данные про ваши кошельки, про вашу ситуацию, хотя многие исследователи говорят, что все-таки отправляются, ну, то есть с какого IP-адиса было это сделано, какие у вас кошельки в списке, ну, все вот эти кошельки. Ну, вот, если сравнить там с биржами и все так далее, вот это, можно сказать, децентрализованный вариант, где есть анонимность, где вы сами используете, сами храните свои приватные ключи, никому не надо доверять там каким-то программам, каким-то сайтам. Ну, с этой стороны, да, у метамаска все окр, то есть приватные ключи никому не передаются. Передаются только там IP-адрес, список кошельков, там список транзакций, ну, это и так видно, но вот такое. Оно достаточно удобное для использования для разных типа DeFi-проектов, депс, либо взаимодействия с март-контрактами. Так, переключаем нашу презентацию. Вот. Про метамаск, в принципе, мы поговорили. Давайте вот про Web3.js. Это библиотека JavaScript, которая позволяет взаимодействовать с локальным или удаленным нодом, блокчейном через протокол HTTP, либо IPC, или соединение. Она позволяет получить данные сети, создавать транзакции, смарт-контракты, а также взаимодействовать с этим смарт-контрактом. С помощью этой библиотеки Web3.js вы можете выполнять с молодостью разницы задач, таких как отправка или получение транзакций в сети, взаимодействие уже развертываемым контрактом, развертывание новых контрактов, чтение и запись данных, ну, то есть вызывать метод, читать что-то из смарт-контракта, узнать какую-то информацию там по ивентам и так далее. Кстати, можно и подписаться на события, на ивенты, используя Web3.js библиотеку. Вот. Это основной инструмент для работы Satereum в рамках веб-приложения. Есть другие аналогичные библиотеки, но Web3.js считается самым популярным. Можно использовать на... Ну, то есть, допустим, мы использовали Uniswap, да? Uniswap полностью работает на Web3.js. То есть надо соединить кошелек, помогает Web3.js. Надо вызвать метод, который мы вызвали, да, для обмена криптовалюты, Web3.js. Надо получить баланс в Web3.js. Надо узнать, сколько стоит один эфир в долгах в Web3.js. Ну, вот, в принципе, такая большая доля задач на себя бьет в Web3.js, помогает пользователям взаимодействовать с блокчейном, используя свои кошельки. Вот. Писать на Web3.js мы сегодня не будем, но рассмотрим самые базовые примеры, которые у нас есть. Вот это JavaScript код, который использует Web3.js. Вот первая стака – это импорт библиотеки. Вторая – мы соединяемся с нодой для дальнейших действий. То есть это, как сказать, API – место, где мы отправляем или получаем информацию про состояние блокчейна. Вот красным, да? Оно у нас будет во всех примерах. Ниже у нас есть адрес кошелька. Вот, используя Web3.js, мы получаем, какой у пользователя баланс эфира. Ну, то есть Web3.js помогает нам в первую очередь узнать баланс конкретного адреса. Второй вариант – это отправка эфира. Есть кошелек, есть приватный ключ, допустим, либо это MetaMask. И вот надо создать транзакцию, которую пользователь подпишет. Транзакция – это отправка денег на другой адрес. То же самое. У нас импорт библиотеки, соединение с нодой. И внизу у нас есть кошельки, отправитель, получатель и приватный ключ. Ну, приватный ключ нам необходим, если это не MetaMask. Ну, в MetaMask и приватный ключ сохраняются на стороне MetaMask. То есть, в принципе, пользователь не рассекретует свой приватный ключ с нами. Ну, а тут мы решили использовать. Используется опять Web3 библиотека. Account, Signed Transaction, кому, сколько количество эфира и газ, комиссия. И вот подписание транзакции, отправляется транзакция. И на разных уровнях там транзакция была отправлена, транзакция была заопровлена, либо зафейлена. То есть, мы можем это все контролировать опять с помощью Web3.js. Ну, либо вызов метода. Есть смарт-контракт, наш смарт-контракт, который имел функцию Withdraw. Надо нам, допустим, писать свой собственный сайт для клиента, который будет иметь кнопку Withdraw. Клиент заходит, нажимает Withdraw и получает свои деньги. Ну, тут то же самое. Импортируя библиотеку, есть ABI. Это каждый смарт-контракт после компиляции имеет свой ABI. Это мы можем использовать на фронт-энде, бэк-энде, либо в других приложениях. Есть адрес смарт-контракта. Инициалируем контракт, сам контракт, используя NewWeb3 контракт строку. Потом вызывается вот метод, контракт, метод и название, MyMethod. Вызывается метод, таким образом используя Web3. И снизу тоже следим за обновлениями транзакций, там пошла, не пошла, в ожиданиях и все такое. Вот Web3 это полный пакет инструментов для соединения фронт-энда, ну, либо бэк-энда, с смарт-контрактами. Ну, в принципе, по технической части у меня все. Буду рад увидеть ваши вопросы и отвечу на них. Так, Алексей пишет минус, вопросов нет. Супер, вопросов. У нас нет. Продолжаем наш вебинар. В следующем этапе я бы хотел познакомиться с командой нашего курса и с самим курсом, что у нас будет. Процесс обучения у нас в формате вебинаров. Все записи, занятия, материалы сохраняются в личном кабинете, то есть любой момент можно прочитать, узнать. Есть домашние задания, домашние задания выбрал я сам, написал про них сам. Они максимально без воды, без таких неинтересных моментов, они только исходя из реальных проектов, которые у меня были, которые вы будете делать и в будущем для своих клиентов. Будет общий чат, там можете задавать любые ваши вопросы преподавателям. Время обучения от 4 академических часа на занятия и 4 на 8 где-то на домашнюю работу в неделю. Перед кадетным информацией, которую я вам обещал, я бы хотел показать сайт быстренько. Вот у нас сайт курса, называется, как я сказал, Solidity Developer Service. Курс у нас стартует через 2 дня, 27 июля. Занятие будет по вторник и четверг в 8 часов вечера в 20.00. Будет длиться в совокупности 5 месяцев. Тут у нас первый открытый урок про историю смарт-контракта рекомендую посмотреть. Тут у нас информация про преподавателей от моей коллеги, Рослава, Александр. Профессиональные разработчики с большим опытом. И внизу у нас есть программа обучения, то есть что в целом включено в курс. Вот тема 2 про Gazi Gas Price, которую я вам сказал, она вот тут находится. Есть модуль про юнит-тестирование, про безопасность. Есть модуль про Web3, то есть разные типа скрипты на Web3.js, где там автоматизация, запрос цены, запрос информации сложных значений блокчейна. Также у нас будут вопросы на собеседование, куда же без этого. То есть самые популярные вопросы, ну как тренажер для мозга, в принципе, можно подготовиться и самому будет интересно. Будет работа с ластами блокчейнами, работа с Binance Smart Chain, работа с Polygon. Это блокчейн, который могут принимать ваш Solidity-байт-код. То есть механизм и логика одна и та же. Вы можете писать один смарт-контракт, оно будет работать в разных блокчейнах, используя только Solidity. Есть модуль про безопасность смарт-контрактов, то есть это большая хорошая тема про аудит, то есть как написать хороший код, на что обратите внимание во время написания, как это правильно отправить аудиторам, либо вы можете сами изучить и стать аудитором. То есть это человек, который получает код другого, но по факту это код-ревью такой, да, с акцентом на безопасность. И сам делает аудит, понимает классные. Это вот код-ревью, человек, который делает код-ревью, и плюс white-head hacker, то есть в совокупности. Аудитор, они, конечно, они хорошо зарабатывают, потому что их задача сказать клиенту, что вот ваш код безопасный, либо ваш код имеет какие-то недостатки. Давайте вот исправим вот это, 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 чтобы вот не было такого. Это отдельная тема, безопасность, один из важных моментов. Ну, наверное, даже самое важное, потому что писать код, в принципе, ок, а вот делать его безопасным и масштабируемым. Ну, это такая задача уже для профи. Также в конце будет проектная работа. Создадим DAO, Decentralized Autonomous Organization. То есть это будет использоваться для разных целей. То есть можно голосовать, можно предложить свои какие-то изменения в смарт-контракте. И мы в целом поймем, как это может использоваться в мире, в реальном мире. Потому что недавно даже слышал подкаст, социологи рассказали про DAO и философию, да, социологии. То есть это место, где доверие и все взаимодействие с участниками защищено блокчейном, защищено криптографией, защищено смарт-контрактом. То есть достаточно такая интересная модель. Мы будем делать на этом свои проектную работу, и это будет достаточно хороший опыт. Также есть программа снизу. То есть, в принципе, можно ознакомиться в формате PDF, там в конкретном модуле, что есть, как это будет использоваться и так далее. То есть полная информация про наш курс. Так, зашару сейчас наш экран. Ну вот и вишенка на торте. Это про кардиарную информацию. Наши маркетологи проанализировали рынок и нашли 2803 вакансии Solidity в июле. Это в России. Ну, цифра, в принципе, реальная. Но я бы, скорее всего, вам порекомендовал начать поиски за рубежом. Потому что зарубежные проекты – это и большие деньги, и большие перспективы. В принципе, можете думать про это. Хотя вот медиана в России 200 плюс, но это в долларах получается, если не ошибаюсь, 3,2, если курс уже не поменялся. 3,2 тысячи долларов. Ну, в принципе, для джунов, которые имеют понимание с смарт-контрактом, знают какие-то нюансы, какие-то моменты, которые сразу заметны. Человек в теме. Он понимает, почему не надо вот это использовать, а вот предлагает что-то другое, потому что там лимиты. Но это уже такой хороший человек. Это более похож на миддл. В принципе, это 200 плюс для России, думаю, толк. Вот вакансии работодателей есть, Solidity Developer, удаленно. Там работа с токенами, ERC-2721 – это NFT стандарт, 1155 – это тоже NFT. Ну, то есть ищут специалиста, который может разрабатывать проекты по стандартам, создавать токены и все так далее. Два плюс лет опыта. Есть также вот вторая вакансия. Тут уже добавляется немножко, по-моему, да, тут знание, опыт, понимание WebTGS. То есть полноценный разработчик, которому можно доверить создание приложений. Нам нужно вот такое приложение с веб-интерфейсом и так далее. Смарт-контрактом, конечно. И вот человек, используя свои навыки, может написать и смарт-контракт, и подключиться к смарт-контракту и фронт-энд, и написать какой-то сервис на бэк-энде, который будет следить за ивентами, мониторить, да, и делать какие-то определенные функции. Вакансия тут солидите раз. Ну, вот видите, тут солидите плюс раз. То есть знание двух языков – это, конечно же, большой плюс. Также не раз, там, допустим, на Java, на Python. То есть все дополнительные языки, которые вы знаете, это только к вам плюс. Но хотя и есть вакансии, которые ищут только специалистов по солидите. То есть если компания слишком там сфокусирована на разработку смарт-контрактов, делает какие-то сложные проекты, интересные там приложения для конкретных целей, в принципе, может нанять только солидите разработчиков. А вот фронт-энд пусть делает там специалист на фронт-энде, используя реакцию. Тут еще одна вакансия – от 7 до 10 тысяч долларов, да, ведь это налогов. Ну, кстати, интересный момент – это откуда работодатель. Потому что в основном в сфере специалисты получают свои зарплаты в крипте. То есть, ну, конечно, можно там открыть ТП, либо, ну, и, подсказать ее, самозанятность, не знаю, подойдет или нет. И снять все деньги с скрипты на свой расчетный счет. Ну, возможно, это имелось в виду, что до насчета налогов. Либо бывает, что, допустим, компания находится в Дубае, и они отправляют просто деньги на ваш расчетный счет напрямую. Международный перевод, долларовый там. Это тоже возможно. У меня был такой опыт. И с их стороны они тоже платят налог, да. Возможно, это имеется в виду. Ну, зарплата, в принципе, ок. Конечно, я видел зарплату и повыше, особенно во время обычного рынка, когда вот в 21-м году был вот этот бунт, был этот лес к блокчейн-проекту. Там много проектов рождались, получали инвестиции. Там ничего нет, проект получал инвестиции, там, 5 миллионов долларов, потому что создатели, вот, хорошие парни, о всех их знают. И вот есть 5 миллионов долларов, нужно сделать MVP, ищут специалиста хорошего, есть хороший специалист, и хороший специалист может сказать, а давайте, там, мой ценник 25 тысяч USDT. И это рабочий вариант. То есть, и со мной тоже такое было. В принципе, когда вот нету времени реализовать MVP, уже никто не смотрит на ценник. Ну, плюс-минус, да, адекват, там, не 100 тысяч долларов в месяц. Ну, ок, там, 20, просит 20, ну, хорошо. Ну, то есть, ситуация бывает разная, особенно во время обычного рынка. А обычный рынок у нас ожидается в следующем, где-то, в 24-м, 25-м году. То зарплата там в разы выше. В принципе, я вот рекомендую вас начать уже с сегодняшнего дня и быть готов к этому моменту, чтобы получать реально хорошие зарплаты. Работа из России на компанию в Дубае, либо в Европе, Авталия, США и так далее. Ну, вот, в принципе, у нас уже идет рефлексия. То есть, что мы сегодня сделали? Мы изучили основы Solidity, переменные функции, модификаторы. Мы освоили среду разработки Hardware, посмотрели, как оно выглядит, в чем преимущество, зачем нам вообще это надо делать. Вот, применили MetaMask, кошелек для взаимодействия с децентрализованными приложениями и познакомились с WebCJS-библиотекой для работы с контрактом. Вот список материалов. Тут официальная документация языка Solidity. Достаточно простая документация. Ну, Solidity сам по себе не сложный язык. Оно разработано только для написания смарт-контрактов. Оно полностью синхронное, там мультизадачности нет. Достаточно простой язык, но, конечно, оно имеет свои ограничения. То есть, где-то по газу, где-то надо оптимизировать методы, чтобы пользователь не платил большие деньги и так далее. Там типы значений. Допустим, массив очень мало функций. Вот в JSON есть Object, да, и у Object есть разные встроенные функции. Ну, тут нет, тут уже ограничения, надо все руками написать. Ну, то есть, в принципе, язык простой, но имеет капризные моменты, которые со временем уже привыкаешь и начинаешь думать, как Solidity разработчик. Есть документация также по HeartEd, но это тоже интересно понять, что еще там можно делать, как автоматизируется работа разработчика Solidity. Также есть руководство примет Метамаску. В принципе, Метамаск – это не инструмент для программистов, это вот инструмент для всех. То есть, кто-то просто хранит деньги, кто-то торгует Метамаском, кто-то там использует для разных игр. Ну, Gamify, сектор включает Метамаск и начинает играть, используя свой кошелек. То есть, можно установить, можно пробовать, можно потыкать, посмотреть, что там интересно и так далее. Тут я добавил также ссылку на Infura. Это сервис, который соединяет ваше приложение с блокчейном. То есть, чтобы не запустить свою ноду, не скачать весь блокчейн у себя и все это. То есть, они уже это все сделали, вам надо просто подключиться к их URL, к их ссылке, которая предоставляется специально для вас. И, используя вот это подключение, вы можете уже вызывать функции, отправить деньги, получить, следить за какими-то данными и так далее. И вот в конце Open Zeppelin – это такое сообщество, люди, которые собрались вместе еще в 17-м, по-моему, либо 16-м. И они как-то решили, давайте напишем и в открытом доступе Open Source стандарты, красивый код, безопасный код для разных сценариев. И вот, то есть, вы можете зайти в Open Zeppelin GitHub сайт, либо на их сайт, либо в GitHub репозиторию, смотреть, какие контракты есть, как они обезопасны. И просто можете скопировать, использовать в себя. Просто либо ознакомиться, там и хорошие комментарии есть, и код чистый. То есть, достаточно такая, хороший пример. Ну, Smart Contact маминой подруги, так сказать, подружки маминой, можете использовать, посмотреть, прочитать. Это тоже для общего понимания, как оно выглядит, достаточно интересно. Ну, вот, как я сказал, у нас курс стартует 27-го числа, это через два дня. Ссылку можете найти в QR-код, который открывает страницу курса и ознакомиться, конечно, там с деталями. Ну, вот, собственно, все. Спасибо за внимание. Я бы попросил вас написать короткий опрос про сегодняшний курс. Ссылку отправлю в чате. Буду очень признателен, если оставьте ваш фидбэк, как прошло, что понравилось, какие изменения хотите и так далее. Оставляю ссылку в чате. Спасибо, что досидели до конца. Желаю вам хорошего вечера, продуктивного. И будем на связи. Если будут вопросы, мой телеграм наверху. Так, Алексей пишет, доступ запрещен. Сейчас попробую еще раз. А, да, там вам надо создать аккаунт, чтобы оно открывалось. Наверху войти. Вот, оставлю также мои данные, мой телеграм-канал. В принципе, можете написать, если у вас есть вопросы, либо какие-то идеи. Буду вот общаться. Желаю вам хорошего вечера. Всем пока.